Всем привет! Это Владимир Реальная Стройка и всех поздравляю с наступающим 2023 годом! А тем временем работы на Банхаусе продолжаются и я приступил к работам на втором этаже. Дали электричество и теперь я не полностью пилю ручной ножовкой, а подключаю циркулярку. Это немного времени экономит. Ранее я распускал полностью ручной ножовкой, а теперь включили электричество и я распускаю полноразмерные блоки 300х250 на блоки 100х250 для перегородок. Не с целью экономить, а с целью расходовать блоки, которые остались от кладки основных стен, для чего я надрезаю с двух сторон циркуляркой, после чего сердечник дорезаю ручной ножовкой. Получается, что с применением циркулярки на 6-7 минут быстрее, чем просто ножовкой. Но блоки получаются немножко хуже. Получается на данное совпадение реза циркулярки с резом между двумя резами. Ну, так как блоков 20 с лишним, по 6-7 минут это существенная экономия, 140 минут, но портится циркулярочный диск, не диск, ну да, зубчатый диск. Точить его стоит очень дорого, а новый еще дороже. Вот сами решайте. Сабельное очень трудно делать, потому что в длину блоки сабельное резать, оно вот так вот шатается. У нас есть сабельное, есть сабельное пиле. Полотно. Поперек сабельное хорошо режет, хватает силы трения, а так фигня. Поэтому пробовали мы сабельное, все шатается, расшатывается, и сабельное уходит в сторону, и еще менее точно, чем ручной. Ну, вот сюда я складываю, они чуть-чуть отстаиваются, а потом я несу на второй этаж. Надеюсь, камера что-то вам показывает, здесь света нет. И вот здесь раскладываю. Блоки пиленые вручную, получаются очень хорошие. Почти не отличаются. Вот здесь, вот это блоки пиленые, а вот это заводские. И они фактически не отличаются. Так что можно пилить, если не очень много блоков, или если у вас есть подсобник. А еще метод с пилой проще. С циркуляркой. Потому что тогда вам не надо все время следить за направлением. И если пилите не вы, а пилит, например, подсобник, или жена ваша, например. То лучше по циркулярке. Распустили им циркулярком направление. И погнали гонять по циркулярочным следам от циркулярочного диска ручной пилой. Если же сами, то следя за направлением по фломастеру, можно, в принципе, и так нормально попилить. Так, надо пленку вот эту установить. Подрезаю я не ножом, чтобы не испортить ни пленку, ни пенопласт. А вот так подковыриваю. Тут нормально. А вот тут... Где избыток? Я сюда. Здесь нормально. Здесь... И начинаем. Снимаем пленку защитную. А вот в углу. В углу. Так, убираем. Снимаем пленку и вертикаль сначала крепим. Все откосы прогрунтованы. Чтобы взялось хорошо. Надеюсь, вам видно и окно. Камеру не перегружает светом. Так. Теперь здесь тоже пленку снимаем. Главное, самое трудное в углу сформировать красиво. Я кончиком позвонил, спросил, можно ли при температуре от 5 до 10 градусов прилеплять. Сказали, по грунтованному. При плюсовой любого размера можно. Главное, в углу тут все хорошо сделать. Вот это трудно липнет. Ну, теперь и вверх сейчас пойдем. Так, начнем с этого края. Вот. Пересечение. Здесь на пенопласт липнет еще лучше. Если где-то не липнет, сказали, можно степлером приделать. Но пока все хорошо. Единственная проблема, это вот эти места. Но это из-за кронштейнов, которыми крепили окна. Клипнет хорошо. Обязательно вот эту ступеньку формируем. Прилипляем, то есть, к этому. Так, тут полный беспредел, надо подрезать ножом. Все слиплось в 10 слоев. Горизонталь с вертикали. О! О! Все! Теперь все заминаем. Руками. Где не доделали, еще раз проходим. Все! Все четенько. Ну вот, теперь из пиленных блоков делаю перегородки. Соответственно, не очень ровные получаются. Блоки все равно по толщине гуляют. Ну, главное, общая канва, штукатурка все скроет. Из-за того, что здесь дверь начинается через один блок, я сейчас эти блоки не ложу, потом их прилеплю на пене. Сейчас вот это так вот с угла начинаю. Там нарисовал направляющую, здесь нарисовал направляющую. Ну, в смысле, не нарисовал, а использую лазер. Ну и погнал. Работа не сложная. Кладу на пене, потому что невозможно ложить на... Класть или класть, да? Мне же можно класть на клею. Вот он. Сейчас я тут пилил. Клей уже ему 4 дня. Он до сих пор еще не до конца набрал прочность. Потому что в районе нуля. А в районе нуля все цементные растворы прочность свою останавливают. Здесь будет вторая перегородка. Но она начнется... Также тут будет маленький кусочек. А тут дверь. Поэтому сейчас я выложу на высоту до двери. Здесь пересеку. Хотел дверь сделать в самом углу. Вот на таком расстоянии. Не получается. Она не помещается высотой до стропильной ноги. Поэтому сейчас я беру просто-напросто... Вот сюда на целый блок шириной будет от стены. И дверь будет на 800. Ну то есть минус всякие накладки. То все на 700. 78 сантиметров надо оставлять. Но я оставляю 80. Ничего. Пена запенет. Значит. Крепим мы как всегда. Наклей пени. И вот так вот наискось. Вот так вот. Здесь понятно мы не закручиваем. Потому что здесь бетон. Вот так вот наискось. Под 45 градусов. Нагелем. И клей пена. Пена-цемент. И получается крепко. Вот таким же способом сделан простенок. Вот там где-то я не вижу. Вот тут. Вот тут. Где-то нагель. Здесь клей пена. И в любом месте, где вы хотите. Вы можете присоситься к вашим стенам. Никакие закладные мы не делаем. Сто раз мы уже это делали. Тем более, если штукатурить по сетке подготовку под газоблок. То никогда никаких трещин в углах не бывает. Здесь я догнал высотой до двери. И пока остановился. Эта стена. Тут тоже будет маленький простенчик. Вообще 10 сантиметров. Вот здесь вот. Так же будет прикреплен. Я потом покажу. Как я его делаю. Здесь просто два ряда я сделал. К этим двум рядам прикрепил доску. И она является как бы верстовой. Угловой. И на лейпене кладу. Сейчас хочу, чтобы эта стена связалась с этой. А то стены протяженные. Сотки. Довольно хлипкое сооружение. Как только вот здесь мы их свяжем. Одну с другой. Будет нормальное. Крепкое пересечение. Вот отсюда хорошо видно. Сейчас просто мне нужно леса снизу принести и собрать. Я, наверное, с другой рост уже сложил. Двери будут сейчас сделаны 2 метра. Почему? Объясняю. Потому что здесь вот так вот скашивается крыша. Еще на один блок сверху 2,25 не сделаешь. Будет сделано 2 метра. И потом я уже под дверь там еще 7 сантиметров выпилю. Ну, короче, технический момент. И то же самое сделаю здесь. То есть просто-напросто дойдет до туда. И две стены укрепятся. Кладка получается не очень. Потому что блок резанный. Плюс-минус 3-5 миллиметров торчит. Но под штукатурку все нормально пойдет. Здесь то же самое. Ну, часть битая. Часть, ну, короче, с отходов всяких. Тут то же самое. Пена плюс нагель вот так в каждый блок. Вот такой нагель 202. Можно любое размер. Это получается крепко. Ну, продолжаю кладочку. Потом сниму. А, забыл сказать. На длинные. На длинные. Тут два нагеля. Один вверху. Один вот так внизу. Ну, чтобы оно не шаталось. Тут у нас же блок на попад стоит вертикально. Поэтому здесь еще по одному нагелю внизу. Получается вот... Очень крепко. Реально очень крепко. Кладка, конечно, ведется на клей-пене. Потому что сотка блок ложит на клею. Он будет шататься. Вы будете вот такую перегородку пять дней ложить. Даже второй ряд вы не положите. Оно все шатается. На клею только низ. Который к перекрытию. Все остальное на клей-пене. На пене цемент. Блин, клей-пене. Вот она серая. Видите? А это просто монтажной пеной дырки заполняю. На пене цемент. Вот на серенькой. Это просто монтажная. Все в дырках. Но все эти дырки... Это именно дырки. Заделываются, когда буду подготовку делать с плиточным клеем и сеткой. Ну вот я закончил эти геморройные перегородки. С подрезанием под размер балок. Вот это стена сбитых, резаных, каких угодно блоков. Вот эта стена. Надеюсь, вы что-то видите. Потому что сейчас всего 2 часа дня. Без света видно плохо. И вот самая большая перегородка. Сейчас я вот сюда сделаю еще маленький простенок. Только здесь он 25 сантиметров. А здесь будет 10. На клею и пене. И то до конца сделать не смогу, потому что мне мешает перемычка. Как всегда перемычки просто закручиваем. Здесь вообще обошелся без деревяшки. Прогоняем по деревяшке, потом снимаем. Уже знаю, что пена проблемный материал. Хорошо тут все очень запенил. Думаю, все будет хорошо. Здесь то же самое. Далее, что вот там, наверху, балки будут опускаться еще на высоту вот этого вот бруска. Чтобы балка была 25, чтобы утепление было толще. Поэтому эти кусочки сразу я доставил. У меня бруска 50 на 50 не было много. Мне хватило на вот эти балки полностью. И обрезки вот сюда. Потом сюда уже я доставлять буду потом. Главное сейчас закончить перегородки. Хочу себя похвалить. Во-первых, считал-считал. У меня получалось там докупить 23. Я купил 25. И 3 почти осталось. Но не в этом проблема. Здесь почти 150 блоков перегородка. При том, что и дверные проемы есть. И наклонные части крыши. Это все, что с них порезано. Вот эти не считаются. Это просто от того, что высота блока в некратной высоте помещения. То есть вот это, это обрезки от того, что верхние блоки пришлось подрезать по высоте. Вот всего лишь отход. Вот. Все от того, что я заранее думал, какой блок куда пойдет. И срез с этого края гнал сюда. Даже маленькие кусочки все вставлял. И получилось, что у меня вообще нет отхода. Вообще. Вот это весь отход. Поэтому хитрите. Думайте головой. И у вас не будет никаких проблем. Кстати, вот с этой стороны еще покажу стену, которую я не показывал. 50 на 50. Вот у меня бруски. И вот она перегородка. И вот про стенок. Я на улице нашел обрезки. С нижней части. Ну там мы на низу делали перегородки. И вот кусочка. Вот смотрите. В каждом нагель. И там пена. Нагели пена. Нагели пена. Какая разница. Все равно здесь будет с двух сторон. По сетке. Все зашпаклевано. Да и так оно держится отлично. Когда оно засыхает, хоть молотком сбивай. Единственное, что придется отрезать только один вот этот кусочек. На самом верху. Сейчас я верх снимать не могу. Так как это сегодня сложно. Чтобы это все не упало. Поэтому я сейчас отрежу один кусочек. Вот такой же. И подлиннее его отрежу. А завтра сниму деревянную часть. И полностью простенок будет готов. Он был отбит. Там кое-дь где блоки. Мы их тут подпенили. Ну то есть. Из говна, которая просто валялась на улице. Поэтому всегда говорю. Складывайте. Складывайте. Отходы до конца кладки. Вот теперь когда кладка закончена. Можно выбросить все нафиг. На этом пока все. Продолжение вы увидите в следующей серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кто уже подписан. Обязательно класните колокольчик. Далее. В комментариях жду ваших идей. Будете ли вы строить дом в следующем году. Или пока повремените. Здесь плывет предыдущая серия этого видео. Здесь последующая серия нашей эпопеи. Всех вас еще раз с Новым Годом. Всех жду на канале в 23 году. А вместо мудрости скажу. Живи. Несмотря ни на что. Живи. Пока. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ